Бузина цветет. Делюсь своей новой любовью. Рецепт кваса из бузины. Немного теории. Для приготовления кваса из бузины годятся свежие, полностью распустившиеся соцветия, которые имеют приятный запах. Заготавливать сырье лучше в сухую солнечную погоду, около полудня. Тогда цветки содержат максимум нектара. Важно! Брожение идет за счет диких дрожжей, которые живут на поверхности цветков, поэтому бузину нельзя мыть. Цветы бузины отделить от черешков, крупных зеленых веточек, которые дают горечь и травянистый привкус. Цветки проверить на наличие насекомых, в случае необходимости отряхнуть, но не промывать водой, чтобы не смыть дрожжи. Покласть в бродильную емкость цветы бузины. Нагреть воду в кастрюле и добавить сахар и лимонную кислоту. Перемешать до растворения. Добавить в бродильную емкость лимоны. Когда сахарный сироп остынет до температуры ниже 30 градусов, перелить его в бродильную емкость. Накрыть бузиновое сусло марлей. Перенести в темное место со стабильной температурой 20-28 градусов. Оставить на 5 дней. Обязательно два раза в сутки перемешивать, утапливая в жидкости всплывшие цветочки, иначе сусло может скиснуть. Через 8-20 часов должно начаться брожение. Через 5 дней цветки убрать, процедить будущий квас. Попробовать напиток на вкус. По желанию, дополнительно можно подсластить сахаром. Квас нужно разлить в бутылки для хранения. Обязательно оставить минимум 5-6 см свободного пространства до крышки, чтобы было место для скопления углекислого газа. Бутылки лучше перенести в холодильник или подвал с температурой 3-10 градусов. Оставить минимум на 3 дня, лучше 5-10 дней для карбонизации, засыщения углекислым газом. Большое спасибо всем, кто подписался на мой канал. Не забыл поставить лайк. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok